О праве и правах в этом учебном заведении, расположенном центре Одессы, знают все. Ведь основной лозунг, которым тут руководствуется, юристом можешь ты не быть, но права свои ты знать обязан. Еще в 90-х годах прошлого века тут располагались начальные классы средней школы номер 68. Александр Шиян был ее директором. Родители обратились к нему с просьбой открыть классы правового направления. И в 92-м году была принята концепция правового обучения и воспитания населения Украины. И одним из пунктов было открытие школ, гимназий, классов правового направления. И вот мы с 94-го года, долгих 3 года, шли к этому. Ездил в командировки в Днепропетровск, где уже работал юридический лицей. Ездил за опытом в город Черновцы, где был открыт финансово-философско-правовой лицей. И в конце концов в 1997 году, с 1 сентября, у нас в городе Одесса был открыт Одесский юридический лицей. Началось тесное сотрудничество лицея с главным управлением Министерства внутренних дел Украины в Одесской области. Уже к концу 90-х годов всерьез заговорили о создании в лицее молодежной полицейской академии. К тому времени в Украине таких проектов еще не было. Но вместе с тем за границей они существовали и активно развивались. В 2001 году с инициативой Центра общественных связей УМВС Украины Одесский область, которым я керував, и керівництва Одесского юридического лицея, мы и творили этот проект молодежной полицейской академии, который существовал протягом многих лет в рамках одного учебного заказа. В 2013 году цему проекту наден статус региональный. До форм работы с детьми, кроме навчания, специальной подготовки, также належит и проведение навчальных сборов на базе Одесского училища профессиональной подготовки работников полиции. Мы ученики третьего милицейского курса и мы хотим связать свою жизнь именно с полицией. Молодежная полицейская академия имеет на мете створение того базиса, тієї основы для будущей полиции нашей. Когда она створилась, молодежная полицейская академия, еще полиции не было, была милиция. То есть мы смотрели на много лет. Мы очень рады, что даже начиная с 10 класса мы уже можем почувствовать эту жизнь полицейскую, так как у нас есть некоторые предметы, которые уже немного связывают нашу жизнь с полицией. У нас есть учебное заведение, на которое мы выезжаем еженедельно. И там мы проходим курсы обучения новой полиции. Это капашный бой, это тактическая подготовка, это строевая подготовка, это умение работать с людьми, это умение помогать людям. Такая форма обучения полезна для формирования характера. Она дисциплинирует и дает возможность сориентировать в выборе профессии. В лицее давно поняли, что очень важно спрашивать у детей, чем вы хотите заниматься, что вам нравится. Поэтому профильные направления классов возникли из кружков и факультативов. В учебном плане Одесского юридического лицея 8-9 до профильные классы, 10-е профильные классы. 10-е и 11-е классы у нас в 5 профильных направлениях. Историко-правовые классы, экономико-правовые, эколого-правовые, класс до милицейской подготовки. И в 2015 году мы открыли лингвоправовый класс. Особенностью этих класс является углубленное изучение предметов экономики, истории, предмета захист витчизны, украинского языка. И в историка и лингвоправовом классе изучается болгарский язык. Болгарский язык введен в допрофильных 8-9 классах и дает возможность детям изучить еще один язык. Для нас, учеников, Одесский юридический лицей – это уникальное учебное заведение, потому что она не только дает достаточно сильную базу знаний, особенно по профилирующим предметам, то есть это правоведение и история, но она раскрывает нас как личности, учитывая то количество внеклассных мероприятий, которые проводятся у нас в лицее. Именно из воспитательной работы вышли наши экологические проекты, именно из воспитательной работы вышла наша молодежная полицейская академия. Дети, которые были очень увлечены и они понимали, что экологические проблемы в городе – это очень важно, не только в городе, в стране в целом и естественно на земном шаре. Они вместе со своими учителями ходили убирать скверы, они ходили убирать склоны возле моря, они проводят социологические исследования и тогда мы им опять-таки предложили, мы поддержали их инициативу и предложили детям, а давайте мы откроем эколого-правовой класс. Для многих первокурсников вначале активная общественная жизнь лицея кажется необычной, говорит учитель биологии и экологии Татьяна Федорова, но дети подхватывают ее. В Лицейском Лицее работала инициативная группа «Экоюз». И как результат этой работы стало возможным создание целого профильного класса, потому что набралось достаточное количество материала для расширенного экологического образования. В этом году лицей принял новых ребят и они с удовольствием подхватили эстафету экологической работы, уже организованную выпускниками лицея. 1 сентября мы познакомились с нашим классным руководителем и она ознакомила нас с экологическим движением нашего лицея и мы захотели в нем участвовать. Это движение нам очень понравилось и мы будем работать над ним все больше и больше. В прошлом году я приняла участие в экопарламенте. Я представляла проект по утилизации использованных батареек. На этом стейде вы можете увидеть мою грамоту и сертификат. Юридический лицей работает в тесном сотрудничестве с преподавателями высшей школы. Так, например, частым гостем лицея является профессор, доктор наук Цикала Альфред Леонидович, с которым мы тесно сотрудничаем. И ребята уже 8 класса сейчас ведут совместную работу, исследуют пресную воду и другие проекты. Это наш экологический проект, который придумали ученики Одесского юридического лицея. Это было после уроков. Мы пошли в парк и хотели провести акцию, которая показала бы жителям Одессы, как правильно поддерживать чистоту в городе. На первой фотографии вы видите, как ученики юридического лицея выбрасывают мусор в ворны. На второй фотографии вы видите молодого человека, который убирает за своей собакой. Совершенно случайно увидев его, мы подошли к нему и попросили показать пакет для уборки. И так случилось, что совершенно случайный прохожий нам его показал. Хотя в предыдущие годы, когда мы проводили такой эксперимент, такого не наблюдалось. Весной этого года билборды можно будет увидеть во всех районах Одессы. Я считаю, что у нас учебное заведение достойно быть одним из лучших не только в городе, но и всей в Украине в целом. Основные его преимущества достаточно большое, интересное, углубленное познание различных предметов намного интереснее, чем в остальных школах. Ну и конечно же, различные мероприятия по праздникам и просто из возникших идей, так как эти мероприятия позволяют каждому учащемуся показать свою активность, индивидуальность, предложить различные идеи. Еще заработок из конкурса, например, интересных ярмарок мы отдаем на благотворительность, например, болеющим детям. Одесский юридический лиц развивает каждого человека как отличность. Но при этом мы остаемся дружным заведением, где каждый может найти то, что он желал. Те, кто хотели быть правоведами, они изучают право. Английский изучают английский. С самого детства я мечтала учиться за границей. И вот, наконец-то, у нас это получилось в нашем лицее. Мы с этого года начали изучать болгарский язык, при помощи которого мы сможем учиться уже в Болгарии в будущем. Лицеисты учатся по модульному расписанию. Обучение проходит по неделям А и Б и парами, парными уроками по 45 минут. Это дает возможность сократить количество домашних заданий до двух-трех и освободить время для других интересов, считают преподаватели. Для того, чтобы более-менее держаться на плаву, имеется в виду финансовая точка зрения, родители создали благотворительный фонд, в который родители вносят определенные взносы, за счет чего мы, собственно говоря, и выживаем, так как государством выделяют только деньги на заработную плату и коммунальные услуги. В Одесском юридическом лицее работает программа поиска и развития одаренных детей «Талантливый резерв лицея». В 2015 году мы приняли участие и стали лауреатами конкурса «Осветний Оскар». В 2015-2016 году мы стали лауреатами всеукраинского конкурса рейтинга по поиску одаренных детей «Школа джировой творчести». Также мы участвовали в конкурсе «Осветний Оскар» и получили гаммату лауреата. В этом же году наш выпускник Демен Жигайло стал стипендиатом президента Украины, а преподаватель математики Диана Полякова стала победителем районного и городского конкурса «Учитель года по математике». Я сюда пришел, потому что мне так посоветовали люди, которые здесь учились. Они сказали, что здесь база обучения выше уровнем, чем в других школах. Я решил проверить, пришел сюда в лице и, как оказалось, это было правильно, потому что здесь именно хочется учиться, здесь учителя преподают материал более лучше, более понятнее. Мы новенькие, всем было страшно, всем было интересно, что это, как это в этом заведении. Но мы уже тут около полгода, и мы очень привыкли к нашим преподавателям. Сдавали экзамены, это была, по-моему, история, писали диктант и проходили психологический тест, по которому нас потом определяли по курсам. Сейчас у меня мой курс, мне кажется, что он один из самых лучших, потому что мало того, что у нас новые познания, мы очень дружны, даже когда у нас были длительные каникулы, мы всегда встречались с ними, гуляли. За годы работы в лицее сложились свои традиции. Отличная библиотека и качественные комплексные обеды не в счет. К примеру, тут выпускают внутришкольную газету «Фемида», заметки для которой готовят лицеисты и учителя. В течение учебного года в каждом классе проходит множество мероприятий, во время которых дети могут открыть свои таланты. Например, в клубе «Палладиум» проводят конкурс «Мистер и мисс лицей». Но кроме него есть множество мероприятий познавательного характера. Это встречи и дискуссии с воинами, писателями, художниками, журналистами и даже шеф-поварами. А это значит, что выпускники юридического лицея всесторонне развитые и вправе выбирать в будущем любую профессию. Редактор субтитров А.Семкин